Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, на волне Интерадио, также на канале Брат ТВ, у микрофона Игоря Воронов. И сейчас я предлагаю ваше внимание послушать следующую программу, которая называется «Мнение». Передача эта в открытом эфире. Вы можете звонить, участвовать. Номера телефонов наших. Это в городе Скромента. Эрикод 916-429-7635. Также вы можете воспользоваться скайпом. Имя в скайпе «Айбрат ТВ». Итак, приветствуем вас, братья, и внимательно слушаем. Мир Божий вам, дорогие друзья, кто слышит нас, видит. Мы сегодня с вами вместе хотим прославить Господа, хотим поразмышлять о Священном Писании, о тех мыслях, которые апостол Павел писал своему сыну, как он пишет сыну Тимофею. Но перед началом радиопередачи мы всегда совершаем молитву. Божий брат Олег, пожалуйста, совершите молитву. Отче Святый, мы от сердца благодарны Тебе за то, что имеем пред Собою Слово на нашем родном языке, дошедшее без повреждений, за то, что Ты бодрствовал над ним, Господь, и мы можем иметь истину пред Собою. Господь, мы просим Тебя и все в вечерний час, освети нас истиной Твою. Даруй нам разумение от Тебя, Господь. Для этого отрывочка Священного Писания. Даруй разумение, что имел в виду Павел, когда писал. Даруй разумение нам, как оно относится к нам и к нашему времени. Мы просим благослови нас в Своем присутствии. Во всем этом да будешь Ты благословен и прославлен. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. В студии мы втроем. Игорь Антонович, Верстак, Олег Ланин и микрофон Виктор Исаев. Мы сегодня будем говорить то же место, что мы в прошлый раз с вами читали о том, что писал апостол Павел во втором послании Тимофею во второй главе. Итак, мы прочитаем с первого стиха по десятый включительно. Итак, укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня при мноих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же что и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледелцу первому должно вкусить от плодов. Разумеет, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благоуствованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я всегда терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Апостол Павел наставляет своего ученика Тимофея. И вот наставляя его, он говорит о воине, о подвязаться как спортсмен, вот, о труженике, о земледельце, на фоне чего родились вот эти вот мысли в апостоле Павла, на фоне вот эти мысли о воине, о земледельце, о спортсмене, на фоне чего он хотел показать пример Тимофея, ученику своему. Брат, Олег. Благодарю, Виктор. Вы знаете, прежде всего, как-то, я обратил внимание на слово «и так», вот, оборот речи. Мы обычно используем вот этот оборот речи «и так», когда желаем подвести итог или делаем какой-то вывод. И меня заинтересовала вот эта оборот речи. «И так, укрепляйся, вот как вот мы начали читать вторую главу, укрепляйся, сын мой, в благодати». И вот здесь, чуть-чуть ниже, Павел призывает Тимофея, «и так, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И вот эти вот два момента заставили меня посмотреть это всё, это послание, вот, и предыдущее, когда, в связи с чем Павел так говорил. И вот первый раз в этом послании, вот он в первой главе, восемь стихом пишет, обращать внимание. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога». И вот, видите, это вот первый раз в этом послании обращать внимание. Потом дальше, во втором послании, смотрите, в двадцать первом стихом. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести». Вот, и далее ещё раз. И, знаете, я построил первое послание к Тимофею, и вот там он дважды обращает на это внимание во второй главе. Также вот это использует этот оборочный речь. И эти места довольно знакомы для нас. И вот посмотрите, в каком, как он, насколько важные истины, вот, подчёркивает, как бы, начиная и так, словом и так. Итак, вторая глава первого послания Тимофея, первый стих. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Знаете, вот этот стих один из самых довольно известных с первого послания. И второй раз он здесь же, восьмым стихом, и так же употребляет. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения». Это вот дважды в первом. Во втором послании он несколько раз. И вот об этом пишет. И вот, что захватило моё внимание, и я не мог, как говорится, остановиться, не следовать, в связи с чем пишет. И вот, позвольте опять мне прочесть эти слова. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего и Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». И вы знаете, вот это застало меня смотреть. А как это застало делать вывод? Значит, и в то время уже были те, которые стали стыдиться свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. И, значит, были те, которые стали стыдиться и самого Павла, как узника. И вы знаете, если посмотреть дальше, оказывается, у апостола были полные основания написать об этом. Это не были просто слова. Это не были слова. И вот первые главы, первые главы, пятнадцатый стих. Позвольте мне прочесть. Он проливает свет. Почему он так пишет? Оказывается, нашлись те, которые действительно стали стыдиться и Господа, свидетельства о Господе и Павла, как узника. Пятнадцатый стих. «Ты знаешь, что все асийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Вполне возможно, что христиане из Асии порвали отношения с Павлом, когда узнали, что он арестован и брошен в тюрьму. Они оставили его в тот момент, когда он больше всего в них нуждался. Может быть, это произошло, что они боялись за личную безопасность? Апостол Павел был одним из самых известных представителей христианства. И всякий, поддерживающий с ним контакт, был тоже в опасности. И вот... И как бы сочувствующий по этому делу. Если мы посмотрим дальше, то Павел ни слова не говорит о том, что эти люди покинули церковь или оставили Господа. Ни слова об этом не сказано. Всё, что о них сказано, что они оставили его в трудный момент. Постыдились его, как узника. И на фоне, вы знаете, большое утешение, что на фоне его, на фоне вот этих всех осийских братьев, которые оставили его, и имена двух он приводит, он пишет об Анисифоре. И вот, посмотрите, да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не садился уз моих. Но бы в Риме с великим чанием искал меня и нашёл. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вонный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Получается, Тимофей прекрасно знал, в это время он у неё служение в Ефесе. Он прекрасно знал и этих братьев осийских, он прекрасно знал и Анисифора. И вот Павел молится, чтобы Господь дал милость дому Анисифора. Мы не знаем, как конкретно покоил Анисифора, как конкретно покоил он Павла. Может быть, он приносил еду и одежду в сырую темницу, в сырую и тёмную римскую тюрьму. Как бы то ни было, он не стыдился посещать Павла в темнице. Никакие опасения за собственное благополучие не могли помешать ему, помочь другу в тяжёлое для него время. И вот ещё один такой момент. Когда Анисифор был в Риме, у него было, по крайней мере, три возможности. Первое. Он мог избежать всякого контакта с христианами. В то время императором был Нерон и были самые жестокие гонения на христиан. Это было именно то время. И вот я думаю, что если из наших слушателей есть те люди, которые уже дожили до Сидин и, возможно, помнят 60-е годы, если, может быть, есть те, которые помнят рассказы родителей их за 20-е годы в нашей стране, за 30-е годы, жесточайшие гонения на христиан, то они, может быть, поймут, поймут. И вот этот момент апостола Павла, когда, понимаете, всякий сочувствующий верующим был враг народа. Но вы знаете, никакие гонения, никакие гонения в бывшем Советском Союзе и в России не могут сравниться с теми гонениями на христиан, которые были в первом веке при Нероне. Никакие не могут. Понимаете, это не было такого, чтобы бросали тысячами на растерзание львам. Не было таких, чтобы жгали факелами, распинали, обливали смолу и зажигали. Инквизиция была ещё. Это ужасно. Понимаете, да. И вот Анисифор мог бы избежать всякого контакта с христианами. Во-вторых, он мог встречаться с верующими тайно. И вот третье, он мог подвергнуть себя опасности, посещая Павла в тюрьме. Это могло привести его к соприкосновению с римскими властями. И к его неприходящей чести он избрал третий вариант. Он искал Павла с великим чанием и нашёл. И заботился о нём. И вы знаете, какое утешение для меня и для Павла было. Вот эти немногие, которые, допустим, остались ему верными. На фоне тех... И вы знаете, если посмотреть, что все ассийские... И вот в противовес всем ассийским он приводит... Он говорит об одном... А вот здесь вот, в частности, об Анисифории. Дальше он говорит о других братьях. Вот. И вот на фоне этого... На фоне этого... И вот эти слова звучат. «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Иисусом Христом». И вот, что слышал от меня, передай другим. Переноси... Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И вы знаете, вот об этом как-то я размышлял эту неделю. И вот размышляя над этим стихом, мне вспомнились... Мне вспомнился Новый Завет, мне вспомнился моменты жизни Иисуса Христа. Вы знаете, тоже были из Его слушателей те, которые, слушая Иисуса Христа, загорались сердцем. И которые вот говорили, и вот, чтобы не быть голословленным, позвольте мне открыть Евангелие от Луки, 9 глава. 9 глава. И вот на эти вот размышления натолкнули меня вот размышления вот над этой второй главой Тимофею. И вот был в жизни Иисуса Христа во время Его земной жизни такой момент. И вот евангелист Лука оставил для нас об этом описание в 9 главе 57 стиха и до конца. И вот, посмотрите. Случилось, когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Знаете, какое прекрасное желание, да? Какое прекрасное желание. Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И вот, несколько нестандартные ответы Иисуса ему. Иисус сказал ему, лисица имеют норы, птица небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Вы знаете, я размышлял над этим, думаю, Господи, почему Ты ответил так этому человеку? И вы знаете, возможно, это был просто первый порыв человека, а стоило ему пойти за Христом и негде переночевать. А стоило ему пойти за Христом и нечего покушать. А стоило ему пойти за Христом, а впереди крест. А крест не каждому хочется брать. Да, и знаете, и поэтому Христос прекрасно знал, что этот человек порыв пройдет, как только начнут встречаться первые трудности в нашем следовании за Христом. И он оставит. И вот другому. А другому сказал, следуй за Мною. Но тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца Моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди и благовествуй в Англии Божией. И еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не был многонадежен для Царствия Божия. И вы знаете, вот эти вот мысли как-то оставили, заставили меня просто размышлять как бы на жизни. Вот, кажется, все мы давно уже перешагнули рубеж 50-летний. Мы знаем, что осталось меньше, чем мы прошли. И вот, возможно, то же самое в жизни наших слушателей. Вот, если вот посмотреть честно на нашу жизнь, что о нас будет сказано, что о нас написано. Остались ли мы вот верны Господу, остались ли мы верны нашим сотрудникам во Христе, остались ли мы верны, как говорится, своему обещанию, и остались ли мы верны, когда пришли действительно трудности в нашей жизни или нет. Это вот просто вопрос между нами и Господом. И пусть, как бы, Господь коснется нашего сердца и проверит. Потому что у нас еще есть время покаяться, у нас еще есть время что-то, возможно, исправить. Что-то исправить. Много его, конечно, не вернешь. Но в основном, видите, здесь речь идет, основная тема, о том наследии, которое мы оставляем. И вы знаете, как хочется оставить наследие верных Господу. Остаться Богу верным. Представить себя, как вот Павел пишет в 15-е, себя Богу достойным, делателем неукоризным, верно преподающим словом истины. Вы знаете, и величайшая награда, братья, поверьте мне, я думаю, что для каждого из нас будет величайшая награда, если о нас, честно, будет сказано, что мы старались прести Богу достойными, делателями неукоризненными, верно преподающими словом истины. И наши дети, те, которые в нашей семье, в нашей церкви. Это величайшая награда. Как хотелось бы, чтобы действительно вот это было. Да поможет нам Господь во всем этом. Вот, понимаете, апостол Павел почему-то начинает «И так укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом». Да. Ефесянам он пишет «Ибо благодатью вы спасены через веру». А здесь он говорит «Укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом Иисусом». Стало быть, без вот этого состояния «Укрепляйся», да? Мы не сможем, безусловно. Не сможем. Вот дальше он пишет, ему говорит о том, каков должен быть человек, который укрепляется в благодати. Он должен сражаться, как воин, он должен достигать, как спортсмен, он должен быть хорошим земледельцем, чтобы... Ожидать плода, да. И ожидать плода. Вот вы говорили о том, что оставили все. Вот интересный был случай, мне отец рассказывал. Пришел он, это уже мой отец в свое время отсидел срок, потом фронт ранения. Вот, и потом он, после того, где-то в каком году, не знаю, пришел к брату верующему. Пришел к нему, и что он там застал? Обыск и арест того брата. Вот, говорит, представляете, мне, как брату, надо с ним помолиться. Да, состояние мое. Откровенно, говорит, не так, знаете, как-то. Да, я, знаете, я такой вот храбрый. Нет, он говорит, я робость какая-то пришла. Да. Ну, представляете, сам уже давно отсидел срок, а тут этого брата арестовывают. Но, говорит, Господь дал мне силы, я вместе с ним помолился, и его увели. А время же было какое, молился с ним, значит, и ты такой. Ты сообщник. Да, молились заодно. Так вот, говорит, как важно вот в этот момент не на себя положиться, а на Господа. Аминь. Да. И вот, понимаете, он пишет ему, вот, потом пишет, научи, научи верных. Вот, очень важно в наше время научить, вот, чтобы мы явились вот этим звеном между поколениями. Очень важно. Живое звено. Живое звено. Явиться вот этим живым звеном между поколениями. Да. Но это звено должно быть неповрежденным. Да. Апостол говорит, преподавая слово неповрежденно, да? Неповрежденно. Неповрежденно это звено быть. Так как вот нам, дорогие друзья, кто слышит нас, братья, как вот нам правильно вот это звено, звеном вот этим правильным быть, чтобы иметь вот эту между поколениями связь. Вот как раз об этом апостол Павел Тимофею пишет, что ты, сын мой, явись вот этим звеном, потому что я ухожу, да? Уже кончина моя близка. Он знал, что его скоро казнить будут. Он, это ему открыто было. Так вот, сын мой, ты вот явись вот этим звеном между поколениями, чтобы передать верным. И потом, чтобы вот эти верные явились звеном в следующем поколении. Так вот у меня вопрос, братья, и кто слушает нас. Какого мы звено вот между поколениями? Или мы такое звено, что от этого звена только все убегают? Или мы действительно являемся звеном, который притягивает людей? Притягивает людей не к нам, но к тому, кто в нас живет. Дух Христов. Вот если у нас Дух Христов, стало быть, к нам будут, ну, как говорили, ну, да, с нами искать будет общение. Если у нас Дух Христов. Вот, поэтому нам надо задать вопрос, являемся ли мы теми учителями, которые не только говорят, да, но и живут так, как говорят, по слову Божьему. Очень важно. Вы знаете, вы помните, в путешествии Пилигрима, там этот был, имя какого было, Краснобай, да? Как он красиво говорил, но это не было жизнью, это слова были только, да, красивые. Поэтому нам надо сегодня, наверное, очень внимательно, братья и все, кто слышит нас, смотреть на тех, кто и говорят, и живут так, как написано. И брать с них пример, чтобы, как апостол Павел пишет, что возрастай в благодати, то есть в Иисусе Христе возрастай. Игорь Антонович, пожалуйста, у вас есть на эту тему мысли. Значит, с первого стиха. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Укрепляться в благодати не иначе, как можно только лишь верою. Только лишь верою. И мы задаем вопрос, верую во что? Во-первых, первое пришествие Иисуса Христа, Его жизнь на земле, Его смерть, Его погребение, Его воскресение, Его вознесение. Воссел Одесную Отца и послал Духа Святого. Это благодать. Благодать Божия, которая дана нам для нашего спасения. И в данном случае нет другого у нас пути, как в этой благодати укрепиться. И укрепиться не иначе, как верою. Мы, может быть, слышим слова о том, что Господь простил нас. Когда-то мы слышали, и мы приняли эти слова. Но когда мы второй раз слышим, то мы укрепляемся. Это нас укрепляет. Это укореняет нас. И поэтому в Писании написано, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуться всеми святыми. Кроме того, апостолу Петру было сказано такие слова. Иисус Христос сказал, но ты, никогда обратившись, утверди братьев твоих. В чем? В Иисусе Христе. Он должен был утвердить. И в данном случае вот здесь. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Всякий раз, когда мы первый раз слышим, христианин или верующий человек, он принимает эти слова. А потом, когда мы слышим второе, последующие разы, это укрепляет нас, укрепляет нашу веру. И мы смотрим в другие стороны. Например, когда мы впервые пришли к Иисусу Христу, мы видели в том, что Он на кресте распят за грехи наши. А дальше мы видим, что не только был распят Он, но и распяты мы были. И нам говорят, поэтому почитайте себя мертвыми для греха. И это углубение в эту благодать. Почитайте себя мертвыми для греха. Укрепляйся в благодати. И вот когда в благодати укреплен человек, тогда только он может действительно радоваться, что он имеет жизнь вечную. Действительно он может радоваться, что он имеет вечность с Богом, которую не он заработал, а которую заработал Господь. Это по благодати. Поэтому, когда здесь говорится, укрепляйся в благодати, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. То есть, возле Христа. Бог решил в своем проведении, чтобы через Иисуса Христа достичь наших сердец. И ни одного пути нет. Поэтому Христос сказано было, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому, когда мы говорим, вот укрепляйся, и так тот человек, который, вот как Олег сказал, что и так укрепляйся, и так, это как вывод другими словами. Укрепляйся Господом, укрепляйся в благодати Христом Иисусом. И что слышал от меня, передай многим свидетелям. То есть, он говорит, не только укрепляйся, но и передавай. Будь учителем, будь наставником. Передавай это для того, чтобы другой... Знаете, я слышал такое выражение. Я сказал, я ответственность с себя снял. А вот здесь написано, что передай. Передай это имеет элемент передачи. Мы можем успокоиться тогда, когда тот воспринял это. И не успокаиваться до тех пор, когда он еще это не воспринял. Как только он верит, все, нам можно уже, ну как бы, переходить на вторую ступень, укреплять теперь его, вот, в этой благодати. И переноси страдания, здесь сказано, как добрый воин. Переносить страдания, это одна из первых таких вот иллюстраций здоровой жизни христианина. Это как воин. Так вот этому воину он укрепляется в благодати. И вот этот воин, который укрепляется в благодати, он переносит страдания. Страданий у воина очень много. Страдания Иисуса Христа. Во-первых, страдание было тогда, когда у этого воина он боялся. Написано Тимофею. Почему написано, что «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Почему апостол Павел сказал ему эти слова? Он, по-видимому, видел или знал, что он боится. И он ему говорит, Бог дал нам духа силы и любви и целомудрия. Поэтому не бойся то, что тебе нужно будет перенести. И здесь говорится, переноси страдания, как добрый воин. Страданий очень много. Во-первых, страх. Вот как было сказано. Потому что ясно, что когда мы сталкиваемся, если атака сатаны, то нужно переносить эти страдания. Бывает через людей тоже есть какие-то испытания, переживания. И нужно эти страдания перенести не иначе. И нас Господь призвал, и Он не сказал, что когда вы придёте к Иисусу Христу, всё сразу изменится. И будет только у вас хорошее настроение. Вы будете всегда радоваться. У вас всё будет прекрасно. Нет. Нам сказано, что многими скорбями надлежит нам прийти в Царство Небесное. А что это значит? Это значит, что в нашей жизни будут скорби. Мы по природе, все верующие по природе хотят, и я тоже, в том числе, мы хотим этих скорбей избавиться. Что нам приятно разговаривать с тем человеком, который нас что-то неприятное нам говорит. Неприятно. Нам хочется где-то, а Господь говорит, переноси страдания, как добрый воин. Переноси страдания. Тогда, когда тебе нужна молитва, молитвенное участие в каком-то деле, подвязание молитвенное, так в данном случае это тоже страдание. Для тела это страдание. Это переносится страдание. И мы в изнеможении находимся. Тогда, когда мы продолжаем молиться, у нас изнывает наш дух. Но мы переносим эти страдания. Мы должны переносить эти страдания. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. И мы говорили, что в прошлый раз, в прошлый четверг, мы говорили о том, что воин Иисуса Христа, это тот, кто верит в благодать Господа, это тот, кто переносит страдания, это тот, который передает благую весть другим людям. И вот здесь еще указано примерно около семи таких моментов, которые касаются воина. Мы в прошлый раз говорили, что стань припоясав числа вашей истинною. Станьте припоясав числа вашей истины. Это значит, что истина, она дает нам силы. Истина, она выводит нас из тупиков. Истина, она дает нам правильный путь, как нам поступать в нашей жизни. В данном случае это добрый воин, он припоясал числа своей истиной. Дальше говорится, облегшись броню праведности. Мы тоже говорили, что как можем мы противостать дьяволу, как можем козням его противостать, если мы точно не знаем, оправданы мы или нет. Являемся ли мы оправданными. Есть ли в Священном Писании места, где говорится о том, что мы праведны? Да, есть. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Оправдавшись верою, значит, это оправдание. Бог оправдывает всякого приходящего к Нему. Так же, да? Оправдывает через кого? Через Иисуса Христа. И в данном случае, вот здесь, оправдание, человек, тот, который должен противостать дьяволу, как добрый воин, он должен в эту броню праведности. Броня, у танка всегда есть передняя часть, которая более уязвима. И вот эту более уязвимую часть в танке закрывают броней. Очень там большой слой металла, который защищает танк, или какое-то самоходное оружие. Вот в данном случае, здесь тоже для нас это сделано. Если человек, он сомневается, что Бог его оправдал, он не сможет устоять. Ему нужно укрепить эту позицию. Ему нужно вот эту позицию укрепить. Каким образом, кто-то задаст вопрос, как я могу узнать о том, что я оправдан? Потому что в послании к Ефисе, послании, во-первых, говорится римлянам оправдание. Это третье, четвертое, до пятой главы. Там говорится о том, что Бог оправдывает приходящего к нему. И говорит, это великое благословение, что Бог оправдывает грешников, которые приходят к нему. Бог оправдывает нечестивых. Это действительно откровение, которое получает человек. И это является впоследствии его бронёю против тех козней дьявольских, которые ему придётся встретить. Дальше говорится ещё об одном обмундировании или снаряжении, обувь ноги в готовность благовествовать мир. Если этого нету, то христианин или воин Христа, он уязвим. Если он не благовествует, он должен благовествовать. И об этом здесь говорится. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Это ещё одно из снаряжений воина Иисуса Христа. Дальше здесь говорится, а паче всего, тем более, другими словами, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскалённые стрелы лукавого. Что это значит? Это значит, что если я читаю Слово Божие и я верю этому, то моя вера будет крепкая. А щит веры, это значит, тогда, когда летит раскалённая стрела, а я поставил щит. Как это, ну, мы понимаем, что вот те люди, которые были на войне, то они, когда видят стрелу, он щит поставил, этот щит защитил от раскалённых стрел. Обратите внимание, что эта раскалённая стрела, это такая стрела, которая, конец её зажжён, ещё там что-то такое горящее там есть. Какое-то средство, которое горит. Поэтому пускали когда стрелу, цель стрелы, поразить противника и сделать ему настолько больно, чтобы он не мог вот каким-то образом воспрепятствовать наступателю, тем наступающим войскам. Поэтому, когда здесь говорится, возьмите щит веры, это значит, тот человек, который слаб в Слове Божьем, он очень уязвим. Он не сможет поднять, он не знает даже, как поднять этот щит веры, потому что там ничего нет у него. Поэтому, когда мы говорим, приходит какое-то искушение в нашей жизни, а у нас есть какое-то слово, какое-то слово. А я знаю, искупитель мой жив. И это щит веры. Вот для Иова вот это был щит веры. Приходило искушение, приходили испытания. И испытания настолько на него, можно сказать, это атака была. Это сильнейшая атака была на человека, на верующего человека. И в данном случае, он говорит, а я знаю, искупитель мой жив. И в данном случае это щит сработал. Щит сработал. Вот это Слово Божье в действии. Вот это точно так же. Это хорошая иллюстрация для нас, каким образом Слово Божье может сработать в нашей жизни. Явол подходит, и он говорит, слышу, тебя Господь не простил. Иисус Христос, я благодарю тебя за то, что ты простил мне на кресте все мои грехи. Почему? Потому что ты так говоришь. И я благодарю тебя. И таким образом, все раскаленные стрелы, ты не имеешь спасения. Опять атака сатаны. А я знаю, что я имею спасение. Почему? Потому что об этом Бог сказал. Бог сказал, что приходящего ко мне не изгоню вон. Господи, я благодарю тебя за то, что ты верен своему обетованию. Это щит веры. И этот щит веры, который, если он сына своего не пощадил, но предал за всех нас, как с ним, и не дарует нам всего. Это тоже щит веры. Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Это щит веры. За все благодарите. Это щит веры. И вот этот щит веры у этого воина, доброго воина, он проявляется. Паче всего, тем более всего. Более всего. Возьмите щит веры, которым вас можете угасить. Здесь обратите внимание, все раскаленные стрелы лукавого. Это очень большая сила, которая имеется у этого воина Христова. И дальше написано «шлем спасения». Возьмите. Дело в том, что если человек не уверен в спасении, для дьявола это самый... Ну что такое, когда голова наша не защищена? Это самое уязвимое место. Самое уязвимое место у человека. И в данном случае, если нет этого шлема спасения, шлем спасения он не приобретается таким образом. Пошел на базар и купил. Он приобретается, опять же, верою. Не иначе. Когда мы верим в Господа Иисуса Христа, спасен ли ты? Да. Почему? Потому что об этом говорит Господь. Почему? Где такое говорится? Можете ли вы места вспомнить вот те быстро, которые говорят о спасении? Да, все они от вас, Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасены, да, по вере в Иисуса Христа. По спасению. Ныне пришло спасение к дому сему. Почему? Потому что он уверовал в Иисуса Христа. И вот это спасение, действительно, когда мы верим в Иисуса Христа, то у нас есть этот шлем спасения. Я спасен. И дальше говорится, что мы меньше становимся уязвимы для врага душ человеческих, потому что наша борьба не против плоти крови, но против начальств, против мироправителей тьмы века всего. И дальше говорится, и меч духовный возьмите, который есть Слово Божие. Это еще один такой момент, когда мы, во-первых, мы читаем Слово Божие, во-вторых, мы запоминаем его, в-третьих, мы исследуем его, и в-четвертых, мы применяем его в нашей жизни. В данном случае, вот здесь говорится тоже, это все о том человеке, воине Иисуса Христа. И недовольность его, еще одно такое вооружение, это всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, стараясь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. Имеется в виду святых, которые не умерли, а те, которые молением о всех святых, те, которые здесь, сейчас. Потому что в послании кевесянам говорится святым и верным, это в церкви, которые были. Это те, которые рождены свыше, это те, которым Господь простил. Так в данном случае он говорит молением о всех святых, молитвою. Итак, здесь говорится, примите все оружие и припоясать числа истинный раз, броню праведности, ноги, готовность благовествовать мир, в щит веры взять, дальше шлем спасения, меч духовный и молитва. Вот это снаряжение воина, доброго воина, для того, чтобы он мог противостать в день злой и все преодолевший устоять. И это действительно то, что апостол Павел хотел сказать Тимофею, а может быть даже больше этого хотел сказать. И он старался его наставить, для того, чтобы он имел какую-то помощь, для того, чтобы он мог перенести то, что он переносил в тот момент, в тех обстоятельствах, в которых он находился. Наверное, вот это благовествовать мир, это, наверное, основные проповеди, блаженные миротворцы. Это те, наверное, люди, благовествовать мир, то есть быть носителем мира, не носителем раздоров, а носителем мира. Это очень важно, да, это дар в человека есть, вот говорят, миротворец. Ну, я думаю, что миротворец – это тот, который налаживает мир, может быть, между людьми, да, вот, но вот здесь больше, наверное, вот тот, кто налаживает мир с Богом. Это в самую первую очередь. Готовность благовествовать мир. Это как благовестник, это как евангелист, вот в таком, в этом смысле, как личное благовестие. Итак, друзья, наша передача подошла к концу. Это были интересные мысли, братья высказывали, рассуждения. Поэтому давайте будем укрепляться в благодати Божьей. Звоните нам, пожалуйста. Георгий Антонович, закончите мы летом. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что сегодня Ты также говорил нам через Слово Своё. И Ты говоришь через Своё. И Слово Твое, оно напрасно на землю не посылается, но исполняет то, для чего Ты Его послал. И первое, это оно послано для того, чтобы изменить нас. И если оно нас не изменит, то оно нас будет судить. И мы просим Тебя, помоги, чтобы оно могло нас менять. Твое Слово, которое Ты послал. Другого ничего Ты не послал на землю. Ты послал Слово для того, чтобы это Слово могло... Твое Слово, Бога, Который любит нас. И Ты многократно это Слово Своё посылал для того, чтобы достичь сердец наших. Мы просим Тебя, помоги, чтобы мы могли быть действительно теми сердцами, которые могли бы воспринимать Твое Слово. И могли бы смиряться перед Тобой. И могли бы не только смиряться, но чтобы мы могли умиляться перед Твоим Словом, восторгаться, чтобы мы могли Твое Слово действительно почитать в нашем сердце больше всего. Мы просим Тебя, дай нам почитать Тебя. Дай нам почитать Твое Слово. Дай, чтобы мы могли оказаться верными перед Тобой. Помоги нам меняться. И мы верим, что Ты силен это сделать, потому что это по воле Твоей мы просим. Дай нам укрепляться благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Дай нам знать, как это совершать в нашей жизни. Мы просим это во имя Иисуса Христа. Благослови сейчас, может быть, кто-то находится в сложной ситуации. Кто-то не знает выхода. Дай, Господи, чтобы он мог зайти в комнату Твою по Твоему верному обещанию. Помолиться Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайны, воздаст явно. Если это какая-то ситуация, которая неразрешима на первый взгляд, дай, чтобы он мог найти у Тебя этот вопрос, на этот вопрос ответ. Дай, Господи, чтобы, если человек не верит или он считает, что он грешник, и он нуждается в прощении, чтобы он мог прийти к Тебе и получить прощение у Тебя. Чтобы он попросил у Тебя, чтобы он просил во имя Иисуса Христа, который умер на Голгофе за грехи каждого человека. Всякого приходящего ко мне не изгоню вон, Ты сказал. И мы просим Тебя, благослови нас и руководи нашими сердцами. Да будет прославлено Твое Святое Имя. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.